Библейский портал экзегет.ру представляет Добрый день! Мы продолжаем читать Евангелие от Матфея на библейском портале экзегет. И сегодня мы читаем 10 главу. И призвав двенадцать учеников своих, он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь, всякую немощь. Двенадцать же апостолов, имена Сутии, первый Симон, называемый Петром, и Андрей, брат его, Иаков Зеведеев, Иоанн, брат его, Филиппа Варфоломей, Фома и Матфей Мытарь, Иаков Алфеев и Левей, прозванный Фадеем, Симон Канонит и Иуда Искариот, который и предал его. Мы видим здесь, что Господь призывает двенадцать учеников своих. Это не люди, которые сами вызвались, это именно люди, которых избрал Господь. Он их избрал и поставляет своими апостолами. Само слово «апостол» означает посланник, вестник, и даже, вернее, полномочный посланник, то есть тот, кто имеет право действовать от имени того, кто его послал, как это может делать, например, посол от имени Государя. И апостолы наделяются властью, нечистыми духами, чтобы изгонять их, врачевать всякую болезнь и всякую немощь. То есть апостолы получают от Христа особую власть, особые полномочия продолжать его служение, делать то же самое, что делал он, продолжать его миссию в мире. И эта миссия, она продолжается в лице церкви. Апостолы рукополагают своих последователей, первое поколение епископов рукополагает следующее, и таким образом эти дары, которые апостолы получили от Господа, они передаются церкви далее. Сих 12 послал Иисус и заповедовал им, говоря, на путь к язычникам не ходите, и в город Самарианске не входите, а идите наипачек погибшим овцам дома Израилева. В первую очередь миссия апостолов обращена к израильтянам. Это не значит, конечно, что она в принципе ими ограничена, мы знаем, что Господь приходит ко всем народам, но в первую очередь апостолы обращаются именно к израильтянам, потому что израильтяне являются наследниками Ветхого Завета, они являются наследниками Священного Писания Ветхого Завета, они подготовлены к этому наилучшим образом, они знают библейские пророчества, в которых говорится о миссии, и поэтому к ним апостолы идут первыми. «Ходя же проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное, больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте, даром получили, даром давайте». Апостолы проповедуют, что приблизилось Царство Небесное, то есть владычество Бога. Царство Небесное, люди избегали тогда говорить «бог», и они заменяли, в частности, на слово «небо», и поэтому Царство Небесное то же самое, что Царство Божие. Владычество Бога приблизилось, и они исцеляли больных, очищали прокаженных, воскрешали мертвых и изгоняли бесов. Это были знамения явившегося, знамения приблизившегося Царства, того, что силы зла теряют свою хватку в этом мире. Если бесы или болезни, или немощи, или смерть даже удерживала людей, то теперь эти оковы разрушаются, теперь все эти бедствия, которые тяготеют над человеческим родом из-за греха, они теряют свою власть. «Не берите с собой ни золота, ни серебра, ни меди в поясы свои, ни сумы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посуха, ибо трудящийся достоин пропитания». Речь идет о том, что люди, которым апостолы проповедуют, они их будут питать, они их будут кормить, как вознаграждение, как плату за их проповедь. И поэтому не стоит брать с собой каких-то запасов. Эта мысль, что трудящийся достоин пропитания, она потом несколько раз повторяется, в частности у апостола Павла. Речь идет о том, что народ Божий, который желает слышать Слово Божие, он содержит служителей Слова. И это то, что иногда кажется чем-то трудным, потому что безбожники, которые никогда никаких денег на церковь не давали, все время говорят, что церковь для выкачивания денег, но на самом деле любой священник, он существует за счет прихожан, у него нет других источников пропитания, он должен всю свою жизнь быть священником, так сказать, на полную ставку, он не может быть священником в свободное время, и ему нужно, конечно, какое-то пропитание, чтобы его снабжала церковь. В некоторых общинах, например, в неправославных странах, где в каком-нибудь населенном пункте там 10 человек православных, и один из них священник, они его не могут содержать, и он работает где-то на мирской работе, а по воскресеньям служит. Но там, где у нас прихожан становятся хотя бы сотни, понятное дело, что они желают, чтобы священник был доступен, чтобы он мог прийти к умирающему и принять исповедь, чтобы он совершал богослужение не только в воскресенье, чтобы он мог совершать различные требования, он мог людей венчать, крестить, отпевать, и они, естественно, хотят, чтобы он постоянно находился в храме и нес свое служение. Но чтобы это было возможно, необходимо, чтобы церковь его содержала. И поэтому Господь и говорит, что трудящийся, достоин пропитания, то есть священник, который совершает свое служение, он нуждается в нашей поддержке, и он на эту поддержку имеет, безусловно, право. В какой бы город или селение не вошли, вы наведываетесь, кто в нем достоин, и там оставайтесь, пока не выйдете. И, входя в дом, приветствуйте его, говоря «Мир дому сему». Если дом будет достоин, то мир ваш придет на него. Если не будет достоин, то мир ваш к вам возвратится. А если кто не примет, не послушает слов ваших, то, выходя из дома или из города того, отрясите прах от ног ваших. Истинно говорю вам, отраднее будет земле Содомской и Гоморской в день суда, нежели городу тому. Люди приходят и приветствуют людей словами «мир дому сему». И слово «мир», очевидно, имеется в виду «шалом». И вот это слово «шалом» библейское, оно имеет несколько другое значение, чем наше слово «мир». У нас «мир» — это отсутствие военных действий, это отсутствие какой-то активной враждебности. Отношения могут быть, ну, очень плохие, но войны не ведется. Ну, особенно сейчас, когда есть ядерное оружие, война была бы полной катастрофой, и даже в очень напряженных, в очень плохих отношениях государства все-таки не решаются вступить в открытые боевые действия. Между ними мир, который обеспечивается страхом перед полным взаимным уничтожением. Но «шалом» библейский — это нечто другое. «Шалом» — это правильные должные отношения между людьми и правильные должные отношения между людьми и Богом. Вот представьте себе, там двух родственников, которые разругались насмерть, и они не общаются друг с другом. Они живут там в разных углах города, они не беседуют, не разговаривают, не интересуются, как друг у друга дела. Между ними нет никаких военных действий, они никаких активных гадостей друг друга не делают. Они просто вычеркнули друг друга из жизни друг друга и не хотят друг друга знать. Между ними существует мир в том плане, что активных каких-то боевых действий не ведется. Однако между ними нет того, что называется словом «шалом». «Шалом» — это вот когда бы они примирились, и вот они все сидят со своими семьями за одним столом и радостно пируют. Вот это будет называться «шалом». Но самое главное — «шалом» относится к отношениям с Богом. Это мирные, правильные отношения с Богом, как апостол Павел позже говорит, что мы посланники от имени Христовой, и как бы сам Христос через нас просит «примиритесь с Богом». Вот мир, который здесь провозглашается, это не просто приветствие, это не просто форма, все равно как сказать «здравствуйте», это именно предложение мира от лица Бога. Бог в лице Иисуса Христа ищет примирение с грешниками, которые против него восстали, которые находятся в упорном мятеже, и они должны примириться с Богом, прекратив свой мятеж. Если дом будет достоин, то мир ваш придет на него, если же не будет достоин, то мир ваш к вам возвратится. Это предложение мира, оно должно быть щедрым, мы не должны заранее рассчитывать, достойен человек или нет, потому что, ну, если не достоин, мир к нам возвратится. «Если кто не примет вас, не послушает слов ваших, то выходя из дома или из города того, отрисите прах от ног ваших». То есть мы даже не забираем с собой от вас праха, мы ничего от вас не взяли. «Истинно говорю вам, отраднее будет земле Содомской и Гоморской в день суда, нежели городу тому». Люди, которые отвергают это предложение мира, это предложение примириться с Богом, они тем самым себя окончательно погубляют, окончательно себя лишают возможности спасения, потому что Бог сделал для их спасения абсолютно все. Бог сам пришел на землю в лице Иисуса Христа, и с Его стороны Он сделал все возможное, необходимое для спасения людей. Если люди отвергают эту возможность, то, увы, в день суда им будет хуже, чем Содом и Гоморре. «Вот я посылаю вас, как овец среди волков, и так будьте мудры, как змии, и просты, как голуби. Остерегайтесь же людей, ибо они будут отдавать вас судилища, и в синагогах своих будут бить вас, и поведут вас к правителям и царям за меня, для свидетельства пред ними и язычниками. Когда же будут предавать вас, не заботясь, как или что сказать, ибо в тот час дано будет вам что сказать, ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить вас». Господь предсказывает, что проповедь апостолов, и позднее даже проповедь церкви, она столкнется с враждебностью. Люди не будут хотеть слушать, люди будут в собраниях, само слово «синагога», оно по-гречески значит «собрание», то есть здесь имеется в виду не только иудейские синагоги, но и там вообще разного рода собрания, поведут вас к правителям и царям за меня, будут христиане арестовываемы, и приводимы пред лицо правителей и царей для свидетельства перед ними и язычниками. Христиане, которые мужественно претерпевают гонение или даже смерть за свою веру, они становятся свидетелями, они показывают искренность своей веры, искренность своих убеждений. Как иногда говорят некоторые люди, что вот там церковь придумали, чтобы держать людей в повиновении, чтобы выкачивать там средства, но мы видим, что христианские мученики, они явно ничего не приобретают, кроме смерти и часто мучений за свою веру, и, следовательно, к ним это никак нельзя отнести, они показывают тем самым свою искреннюю веру. И сейчас мы можем сказать о том, что свидетельство искренности апостолов, то, что они подвергались гонениям, подвергались преследованиям за свое возвещение, что Христос воскрес из мертвых. Потому что есть не очень много возможностей объяснить реальность воскресения, и одна из попыток — это попытка составить такую теорию заговора, что так или иначе апостолы договорились всех обмануть, что Христос воскрес, но мы видим здесь, что это опровергается тем, что апостолы терпели мучения, гонения и смерть за свою веру, то есть уже сами заговорщиками они не были совершенно определенно. «Придаст же брат брата на смерть и отец сына, восстанут дети на родителей и умертвят их, и будете ненавидимы всеми за имя мое, претерпевший же до конца спасется. Когда будут гнать вас в одном городе, бегите в другой, ибо истинно, говорю вам, не успеете обойти городов Израилевых, как придет сын человеческий». Речь идет дальше о разделениях внутри семей и враждебности, которая вызовет свидетельство Иисуса Христа о Царстве Божием. «Вы будете ненавидимы всеми за имя мое, претерпевший же до конца спасется». И так устроен библейский текст, что он может иметь несколько областей применения, скажем так. Здесь речь может идти о конкретно вот этой проповеди апостолов еще при земной жизни спасителя, и речь может идти о конце мира. Нас не должно это удивлять, поскольку в Библии так бывает, что один и тот же фрагмент, он обращен и к тому, и к другому. «Ибо истинно, говорю вам, вы не успеете обойти городов Израилев, как придет сын человеческий». И вот эти слова «придет сын человеческий» они часто вызывают недоумение, поскольку это люди понимают часто так, как будто речь идет о том, что должен произойти конец света. Вы не успеете городов Израилевых обойти, уже будет конец света. На самом деле речь идет несколько о другом. Для нас очевидно, что Иисус – это и есть сын человеческий, мы уже выросли с самого начала в этом убеждении. Для апостолов это еще не очевидно, и это еще не очевидно для их окружения. И придет сын человеческий, он откроется, станет очевидным, что он и есть сын человеческий. Откроется, что Иисус и является тем самым сыном человеческим, который предсказан в 7 главе Даниила. Ученик не выше учителя, и слуга не выше господина своего. Довольный для ученика, чтобы он был как учитель его, и для слуги, чтобы он был как господин его. Если хозяина дома назвали, веяли зевулом, не тем более ли домашних его. Как Христос сталкивался с враждебностью, с непринятием, с ненавистью, его распяли в конце концов, так и его верные ученики могут столкнуться с таким же отношением, это не должно их смущать. Итак, не бойтесь их, ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано. Что говорю вам в темноте, говорите при свете, и что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях. И не бойтесь убивающих тела, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене. Не две ли малые птицы продаются за Ассарий, ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего. Уважие волосы на голове все сочтены, не бойтесь же вы лучше многих малых птиц. Итак, всякого, кто исповедует меня перед людьми, исповедую я пред Отцом моим небесным. Кто отречется от меня пред людьми, отрекусь от того и я пред Отцом моим небесным. Эти обещания гонения, обещания преследований, которые осуществлялись и тогда и осуществляются. Сейчас христиане являются самой гонимой религиозной группой в мире, во многих местах мира, в Индии, в Пакистане, в арабском мире. Много где христиане подвергаются преследованиям, и Господь ободряет, говорит, что у вас же и волосы на голове все сочтены, то есть Бог следит за вами, то, что вы подвергаетесь этим гонениям, ни в коем случае не знак того, что Бог вас оставил, напротив, это знак того, что вы угодны Богу, вы совершаете то служение, для которого Он вас избрал. И Он говорит, что мы не должны бояться исповедать Иисуса Христа перед людьми. У нас может возникнуть такой соблазн, к счастью, у нас сейчас нет ничего похожего на гонение, но иногда у человека возникает соблазн постыдиться, как-то скрыть то, что он христианин, в какой-то ситуации, когда это может вызвать непонимание, к нему могут как-то так холодно посмотреть на него, не продвинуть по работе и так далее. И Господь говорит, что христианин должен открыто говорить о своей вере. Иногда люди, мирские, говорят, ну это личное дело, я не буду там об этом говорить. С точки зрения священного Писания, вера это не личное дело, и мы должны быть готовы прямо и открыто говорить о себе, как о христианах, как об учениках Господа Иисуса Христа, «Не думайте, что я пришел принести мир на землю, не мир пришел я принести, но меч, ибо я пришел разделить человека с отцом его и дочь с матерью его и невестку со свекровью ее, и враги человеку домашние его. Кто любит отца или мать более, нежели меня, не достоин меня, кто любит сына или дочь более, нежели меня, не достоин меня, и кто не берет креста своего и не следует за мной, и не достоин меня, сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее». Меч – это библейский символ разделения. То есть речь идет не о войнах как таковых, речь идет о необходимости сделать выбор, о том, что проповедь Евангелия ставит человека перед выбором, она называется на эту проповедь или нет, и некоторые люди отзовутся, некоторые откажутся, и это проведет разделение между теми, кто уверовал, и теми, кто нет. И это разделение может пройти в том числе внутри семьи, и враги человеку домашние его. Об этом доводилось мне неоднократно читать в совершенно реальных ситуациях, когда, например, человек принадлежит к семье, где исповедует какую-то нехристианскую религию или идеологию. Все коммунисты, все они, значит, смотрят в свое твое будущее, все они порвались религиозными предрассудками, и вот в этой семье кто-то уверовал во Христа. И они же ему говорят, «Ты бросай это быстро и немедленно, пока это не стало широко известно, потому что ты всю нашу семью подводишь, давай немедленно с этим прекращай». Ну, или я читал историю одного индуса, который происходил из высокой касты, он был сын и внук каких-то известных индуистских подвижников, и он обратился ко Христу, и, конечно, его семейство было этим чудовищно недовольно, потому что полностью уничтожало авторитет этой семьи в обществе, кончилось с тем, что ему пришлось въехать в Европу, но факт тот, что его семья требовала от него отречься от Христа. Вот в этой ситуации, когда семья требует отречься от Христа, нужно предпочитать Христа. К этому же относятся слова, кто любит отца или мать, более, нежели меня, не достоин меня, или сын, или дочь больше меня, не достоин меня. Любые увещевания, даже самых близких людей, оставить Христа, если они от нас этого хотят, должны быть отклонены. Мы должны избирать в такой ситуации Христа. В ситуации, когда вот так вопрос не стоит, мы, конечно же, должны сохранять наши отношения с ближними, насколько это возможно. Потому что Библия высоко ценит семью, но семья не является самой высокой ценностью, потому что иногда люди так хитро говорят, такая же вот там, Христос был за семейные ценности. Христос был за семейные ценности. Христос запретил разводиться. Он абсолютно за семейные ценности, но существует иерархия ценностей, и следование за Христом более важно. И кто не берет креста своего, не следует за мной, тот не достоин меня. Речь идет о том, что людей, которые были приговорены к смерти через распятие, их заставляли нести на место казни горизонтальную перекладину от креста, на котором их распнут. И это должно было знаменовать, что человек, который восставал против римской власти, римского закона, он теперь вынужден согнуться и повиноваться вот этой власти Рима. То есть нести крест значило идти на смерть. Человек, который идет за Христом, он должен быть готов на смерть, он должен быть готов, что его убьют, и на это согласиться. Сберегший душу свою потеряет ее, потерявший душу свою ради меня сбережет ее. Человек, который отречется от Христа, живая спастись от смерти, он погубит себя. Человек, который пойдет на смерть ради Христа, напротив, обретет вечную жизнь. Кто принимает вас, принимает меня, кто принимает меня, принимает пославшего меня. Кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка. И кто принимает праведника во имя праведника, получит награду праведника. И кто напоит одного из малых сих только чашей холодной воды во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей. Кто принимает апостолов и вообще гонимых христиан, кто им оказывает помощь, оказывает поддержку, тот, как если бы принимал самого Христа и Бога. И даже если он напоит их чашей холодной воды, то уже это Бог увидит, уже это Бог заметит. Мы с вами читали 10 главу Евангелия от Матвея на библейском портале Экзегет. Продолжение следует...